Теперь, когда мы получили единый документ, можно пойти дальше. Делаем скриншот. Са один и второй. Второй. Чтобы преобразовать картинку в текст. Са два. И эти картинки мы заливаем на сайт. Который выдаст нам достаточно чистый текст. Здесь крупный кегель, поэтому особых проблем нет. Это все же быстрее, чем перебирать данные. Получили текст. Копируем его в текстовый редактор. И можем распознавать дальше. Начинаем заново. Са два. Не сработало. Пробуем еще раз. Теперь сработало. Так мы можем пройтись по всему файлу. А из Devonagri мы легко автоматом можем преобразовать текст. Вот, например, в транслитерацию. Можем обратно в Devonagri. Можем обратно в транслитерацию. Если так удобнее. Ну, то есть, тут видно, что есть некоторый мусор. Надо поправить. Но это все же быстрее. Ну, соответственно, это можно перенести в Word. Вот у нас целая, целая страница текста получилась, ну, за полминуты. То есть, здесь, например, начало это колонн-титул. Его надо будет удалить, но, как бы, мозг никто не отменял. То есть, автоматизация это хорошо. Но все равно за всем надо следить. То есть, эту картинку, этот собранный PDF-файл, можно распознать, ну, и работать с распознанным текстом. То есть, его можно воссоздать в электронном виде, а не просто как картинку. Хотя здесь, конечно, очень крупный, приятный для чтения кегль и шрифт Devonagri, но все же мне удобнее работать с электронными файлами. Вот, и так мы можем отработать весь документ. Ну, пожалуй, все.